Санкт-Петербург За последние сто лет Санкт-Петербург трижды сменил свое имя и продолжает искать свое настоящее лицо. Я покажу вам, каким может быть Санкт-Петербург. Город императорских дворцов и широких проспектов. Но Санкт-Петербург – это также город дворов-колодцев и осыпающихся стен. Жителям Петербурга всегда нравилось смотреть на свой город под необычным углом. Некоторые поднимаются для этого на крыши, наслаждаясь красотой, а иногда и темной стороной Санкт-Петербурга. Мне кажется, что люди поднимаются по крыше, потому что город доминирует над человеком. Он достаточно недружелюбен, и когда ты забираешься на крышу, это единственная возможность его покорить. Ты стоишь наверху, а город лежит у твоих ног. Те виды, которые открываются с наших крыш – трубы, камни, пейзажи, закат – это все чудесная картина, которой можно любоваться бесконечно. Сегодня для многих молодых людей прогулка по крышам – это приключение. Своего рода протест и заявление о независимости. А еще это способ провести время с друзьями. Историческое наследие Петербурга – основа города. Это старый трамвайный парк на Васильевском острове. Сейчас здесь находится музей, приютивший десятки трамваев, больше века перевозивших петербуржцев. В 1941 году, когда Ленинград взяли в кольцо блокады немецкие войска, весь транспорт остановился. Но уже через три месяца трамваи вновь стали ходить по улицам города, несмотря на постоянные бомбежки. Тогда они вернули жителям надежду на освобождение. Сегодня каждый в Петербурге может рассказать о трамвае свою историю. Для многих поколений петербуржцев, ленинградцев, петербуржцев, трамвай нес очень большое значение. Многие связывали именно свои, даже какие-то романтические отношения именно с трамваем. Договаривались встречаться на какой-то трамвайной остановке, договаривались, что поедут в парк именно на таком-то маршруте трамвая. Заглянем в более далекое прошлое. За этими стенами на острове Новая Голландия ковалась мощь военно-морского флота Российской империи. Еще в начале 21 века Новая Голландия была закрытым военным объектом. Сегодня в окружении зданий бывших складов и военно-морской тюрьмы появилась открытая площадка для искусств и оазис для отдыха. Я маленькой девочкой училась в школе-пелеконсерватории, которая просто здесь рядом. И автобус останавливался как раз около Новой Голландии, и я пробегала, опаздывая всегда, падая по дороге, разбивая коленки. И все время смотрела и думала, что же там за этими вот этими красными зданиями. Я видела, что там что-то такое очень прекрасное, какие-то каналы. Но я первый раз здесь. Бунтарский дух и дух свободы. Воспоминания и надежда. Санкт-Петербург полон намеков и символов. И по сей день он продолжает искать свое настоящее лицо, а значит, остается живым и неповторимым. За это я и люблю мой город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова